Приветствую всех зрителей канала АйДига! Мы работаем в замечательной кулинарной студии Food Sector. А готовить мы сегодня будем не что иное, как фитнес-батончики. И для этого нам понадобится ореховая смесь. Здесь кешью, фундук, немного арахиса, чищеный миндаль. Еще нам понадобятся, конечно же, финики. Это будет основа нашего фитнес-батончика. Финики сладкие, они уже без косточки. Еще нам понадобится кокосовая стружка, обязательно от компании АйДига, кунжут и немного семени льна. Семя льна я пересыпала вот в такую вот маленькую баночку, потому что у нас оно продается вот такими вот большими, очень удобными функциональными банками. Для приготовления батончиков нам понадобится всего одна единственная вещь, ну, вернее, две. Но основная это блендер. А еще нам понадобится вот такой вот контейнер пластиковый, в который мы уложим всю нашу перемолотую в блендере массу, чтобы она загустела в холодильнике. Для этого нам понадобится всего пара часов. А для того, чтобы взбить в блендере, я думаю, нам хватит 30 секунд. Кстати, если масса будет слишком густая, мы добавим немного воды. Я об этом не сказала, когда перечисляла ингредиенты. Но давайте будем пробовать. Поместили все в чашу блендера, и теперь попробуем это перемолоть. Ну и теперь понятно, почему рекомендуют добавить воду, если масса получилась вот такой вот рассыпчатой. Получилось что-то похожее на то, что можно выложить в контейнер, из чего сформировать батончики. Теперь добавляем кокосовую стружку. Куда же отправляю семя льна. Все это тщательно перемешали. Теперь нам нужно выложить в контейнер пищевой пленкой. И на дно я высыпаю немного кунжута. Распределяем равномерно. Посыпаем кунжутиком. Кстати, этот кунжут нужно было прогреть на сковородочке. Тогда бы у него появился такой ореховый вкус и очень теплый коричневатый оттенок. Но я уже этого не сделала. Пусть уже будет так, как есть. Открываю это все пленочкой и на несколько часов это отправится у нас в холодильник. Затем мы разрежем на тоненькие полосочки и будем наслаждаться фитнес-батончиками. На самом деле я не знаю, что нужно сделать, чтобы эти батончики были еще аппетитнее. Возможно добавить яркой кураги, потому что выглядят они так достаточно блекло. Это блюдо идеальный десерт для перекуса, очень сытно, вкусно, ну не очень красиво, но можно что-то придумать. В общем, готовьте с нами и я обещаю, будет вкусно! Субтитры создавал DimaTorzok